Всем привет! Я коуч в женских вопросах, в разных темах, также являюсь тренером НЛП и специалистом в нейрофизиологии и психологии. И сегодня я хочу рассказать вам про такую тему, с которой я столкнулась у многих моих клиенток. Многие женщины относятся к разным сложным вопросам и вообще в отношениях с разной степенью сложности. Посмотрите, что я заметила. Многие женщины, когда они входят в отношения, они относятся к этому очень серьезно, очень сильно заморачиваются, очень сильно все усложняют. И им порой очень сложно даже войти в эти отношения, потому что они, не войдя в отношения, они уже находят целую кучу, цепочку логических уровней, что, как он будет делать, как он себя поведет, вот он подумает, он не подумает, то есть находят на все свои вот эти замороченные вопросы, сами же находят на них ответы, не дожидаясь до того, как вообще человек себя поведет в жизни. Может быть, он совершенно не оправдает те ожидания, которые вы себе напридумывали. Может быть, в его появлении, в его проявлении он будет вести себя совершенно по-другому. И вот в начале отношений многие женщины вот до такой степени сильно заморачиваются, что им очень сложно даже войти в эти отношения. То есть бывает такое, что вроде бы мужчин в жизни женщины много, но создать отношения ей сложно, потому что она слишком вот усложняет все в начале. И что же происходит потом, когда женщина все-таки создает эти отношения и входит в них, и у нее появляется уже какая-то некая уверенность, что уже все, я в отношениях, мы уже вместе, все хорошо. И вот в такие моменты она уже расслабляется. В этих же случаях я бы посоветовала наоборот, отнестись, уже находясь в отношениях, придать этому некую степень не то что сложности, но серьезности. То есть относиться к этому более серьезно, и всегда задавать вопрос, а мне с ним лучше, чем без него? А ему со мной лучше, чем без меня? А действительно ли мы вместе друг друга дополняем, делаем счастливей? Или мы наоборот делаем что-то, что делает нашу жизнь хуже вместе? Знаете, есть такой один из интересных вопросов. И в паре очень редко я, сколько я замечала, кто-то такое друг друга задает. Обычный простой вопрос. А что я могу сделать для тебя, чтобы сделать твою жизнь лучше? Хотя бы день лучше или неделю лучше? Что я могу сделать хотя бы что-то такое для тебя, чтобы сделать твою жизнь лучше? Мы постоянно думаем о том, что может сделать партнер такого, что сделать мою жизнь лучше. А о том, что сделать жизнь партнера лучше, ну, очень редко или вообще вряд ли кто-то задумывается. Ещё есть такой аспект взгляда на то, что женщина в поиске, она очень часто вот не задумывается о том, чего она хочет. Она не задумывается о том, какие критерии должны быть у её партнёра, с которым вот она бы вошла в отношения. И какие критерии она бы приняла, то есть какие минусы его она примет, для неё они будут не критичными. Потому что не бывает идеальных людей, да, как и у нас с вами. Но обычно мы вот хотим, часто не знаем, чего сами хотим, и просто начинаем перебирать. То есть мы вот это, что именно мы хотим, мы начинаем определять в поиске. То есть с одним входим в отношения, с другим встретим, для того, чтобы понять, какие нужны, какие должны быть у него критерии, которые вот он мне нравится, да, вот я хочу с ним быть. Для этого лучше до входа в отношения, до поиска определить для себя вот эти критерии. Как их можно найти? Очень обыкновенно. Мы находимся в мире, где сейчас вот очень много есть наглядных примеров. Вы можете понаблюдать за знакомыми мужчинами, за мужчинами, у которых есть семьи, возможно, это ваши друзья или родственники, или родные, или даже элементарно вы смотрите какие-то фильмы, и вы обращаете внимание иногда на каких-то героев фильма. Обратите внимание, какое именно качество характера вам понравилось. Что бы вы такое хотели видеть в вашем партнёре? И соберите хотя бы вот пять-семь таких качеств, которые вы хотите, чтобы было в вашем партнёре. Уже будет намного проще миру найти вам того мужчину, который будет вас удовлетворять. Это ещё один пункт. И что бы я ещё посоветовала женщинам, которые находятся в поиске, да, научиться искать не мужчину просто, да, а чётко определить для себя, чего ты хочешь. И если ты хочешь замуж, то ищите мужа. И ведите для себя вот со всеми мужчинами, как жена. Жена не в том плане, что бегать с ним пирожки, там, готовить или предлагать что-то, а именно вот ту поддержку, то внимание того вот уровня качества уже, которое даёт жена мужчине. И когда вы будете в таком вот контексте ходить по миру, да, и с каждым мужчиной общаться вот уже в роли, то есть относясь к нему, понимаете, с какой-то долей уже и дружеских отношений, и тёплых, и приятных, и радостных, и эмоциональных, когда будет вот… Вы как будто уже сразу будете ему показывать, какая из вас получится жена. И тот мужчина, который также ищет для себя, например, женщину, да, с которым он хочет войти в отношения, он ищет… Он увидит в вас не просто объект желания, а уже что-то большее, и он с вами останется. Потому что многие женщины ищут просто мужчину. Они встречают в этом, ну, на своём пути поисков тех мужчин, которые ищут просто женщину. И вот они встречаются на какой-то период своей жизни и просто проводят его вместе, и не переходят на следующий уровень. Но есть в этом мире ещё такие люди, которые ищут мужа или жену. И тогда их мир сводит друг к другу, да, то есть если вы в поиске не просто мужчины, а именно мужа, вам мир будет посылать тех мужчин, которые ищут тоже не просто жену, а именно женщину для серьёзных отношений, возможно, даже для замужества. Я надеюсь, моё видео было полезно. Если у вас есть какие-то вопросы личного характера, вы можете мне писать в личку ВКонтакте, в Фейсбуке, есть внизу мои ссылочки. Также записываться на консультацию, если вы считаете, что вы сами не можете разобраться или вам сложно что-то поменять в своей жизни, какие-то ограничивающие убеждения вам мешают, или что-то вы чувствуете, какие-то стопоры, или не можете просто разобраться, чего хотите на самом деле, вы можете обращаться ко мне за консультацией. Я с удовольствием вам помогу разобрать весь ваш внутренний мир по полочкам, дойти до той сути и понять, что является вашим истинным желанием, чего вы хотите на самом деле, и ради чего вы пришли в этот мир, потому что у каждого человека есть своя задача, каждый пришёл с определённым каким-то багажом невыполненных задач. И для того, чтобы понять, проживаем ли мы свою жизнь или нет, иногда бывает, что сложно это понять одному, приходится обращаться к другим людям за помощью. Если вам нужна моя помощь, я с удовольствием вам помогу, обращайтесь, стучите, пишите, также ставьте лайк, я буду понимать, что моё видео вам было полезно, я буду записывать для вас ещё много интересных видео, возможно, какие-то техники давать, больше открывать ваш взгляд на мир, на глубину этого мира, и делать мир прекраснее. Всё, спасибо.